Я четырехкратная чемпионка мира. Я не такая, как все. А в свободное время я люблю слушать. Люблю слушать реку, город, деревья. Я слышу больше других, потому что не вижу. Это Вероника Зотова. Ей 21. И она особенный спортсмен с нарушением зрения. В сентябре Вероника должна была дебютировать в Рио на Паралимпиаде. В забегах на 100 метров и эстафете 4 по 100. Девушка готовилась к этому событию 4 года. Международный паралимпийский комитет решил ее судьбу за 40 секунд прямой речи. Управляющий орган Международного паралимпийского комитета принял решение исключить Паралимпийский комитет России из своего состава. А его спортсмены теряют право на выступления в соревнованиях, проводящихся Международным паралимпийским комитетом. Красноярка Вероника Зотова сейчас на сборах в Чебоксарах. Ее тренер здесь и едва сдерживает слезы от обиды. Мы выиграли гран-при в Италии, мы выиграли чемпионат Европы в Италии, мы выиграли чемпионат России у нас в России. Мы все выиграли. Мы ждали, что и там будем лучшим. Но мы не употребляли ничего. И я чист перед этой девочкой, чист перед собой. Еще один красноярец должен был дебютировать в сентябрьских паралимпийских играх в забегах на 400 метров среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Это 23-летний чемпион мира и легкий атлет Артем Муратов. Он рассчитывал только на победу. Как и всадница Наталья Мартьянова. Красноярка сейчас живет и тренируется в Москве. После тяжелой травмы она не только восстановилась, вернула седло, но и выигрывает турниры среди здоровых участников. Пока сами спортсмены воздерживаются от комментариев, переживаниями делятся их близкие. В работе лошадь встала на дыбы, перевернулась и накрыла ее, к сожалению. Как говорится, Боженька пожалел нас. Она три недели была в коме. Человек, который не верит в удачу, в победу, он никогда не выиграет. Она, главное, в это верит. Только верить в изменение решений Международного комитета остается всем участникам российской делегации. Это 400 человек, спортсменов и их наставников. Они стали крайними в допинговом скандале. Ведь именно это стало официальной причиной дисквалификации наших спортсменов с инвалидностью. Красноярские кураторы уверены, допинговые пробы – лишь предлог. Очень страшно в этом то, что это докатилось до спортсменов-инвалидов. До тех людей, которые настолько своей самоотверженностью, своим трудолюбием, своей волей к победе, преодолевая самого себя, как говорится, дошли до определенного старта, дошли до определенного уровня подготовки. И вот так вот раз. Но это, мне кажется, просто нечеловеческое отношение. Паралимпийские игры должны пройти в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября. В Министерстве спорта страны уверены ставить точку в этой истории рано, так как дисквалификацию российской сборной еще возможно опротестовать в суде. Юлия Мавшич, Александр Тропин. Новости ТВК.